Здравствуйте, дорогие подписчики, новички, присоединяйтесь, вы на канале Процветок, а с вами Ольга Дуброва. Сегодня я вам расскажу про муравьев, о методах борьбы с ними. Методов борьбы, конечно, множество, если вы зайдете от курьезных до серьезных методов. Ну, я сделаю такой вот обзор и, конечно же, свой какой-то личный опыт. Скажу, что муравьи, ну, я, как всегда, радеющая за экологию, скажу, что муравьи не так уж и плохо для огорода, особенно для какой-то экосистемы. Потому что, если это лесной участок, то они рыхлят почву своими ходами, они собирают различных насекомых, ну, и поедают там различных тоже насекомых, которые достаточно вредоносные для полезных культурных растений у себя на огороде. И, конечно же, если у вас на огороде есть тля, то они только увеличат ее колонию, чтобы вы понимали. То есть всегда надо оценивать баланс между тем, нужна вам эта борьба, либо несколько муравьишек, которые ходят у вас по огороду. Это не так уж и плохо для вашей в целом экосистемы. Потому что, ну, выбирая методы борьбы, надо сначала попробовать щадящие методы борьбы для экологии. Мы с каждым годом становимся все более экологически подкованными и грамотными. Из кого начинать, если не с себя. И вот так вот мы сохраним, во-первых, я свое здоровье, использую экологические методы. И сохраним здоровье нашего огорода, нашей мини-экосистемы. Ну и в целом, наверное, задумаемся о планете. Если не мы, то кто? Что? Цель нашей борьбы с муравьями на участке, это, конечно, уменьшить количество колоний, которые в огороде присутствуют. Методы какие будут? Методы, это значит, либо их немножко так отпугнуть, ну, или ликвидировать и убить. Возвесили, поняли, что, да, пришло время настоящей борьбы с муравьями. Как бы мы ни говорили о том, что экология, экология, но если я пришла к помидоровому кустику и его там делаю какие-то манипуляции с ним, и тут меня грызут за ноги муравьи, то удовольствия, конечно, мало. Это, во-первых, неудобство. Впрыскивают они кислоту, и эта кислота потом причиняет еще одно неудобство, то, что она жжет и не знаешь, чем убрать этот зуд. Ну вот, начнем с таких мер, как, например, кипяток. Так себе щадящая мера, если призадуматься, как он там шкворчит и корчится, но, если встает вопрос, применяем кипяток. Для того, чтобы уничтожить с помощью этого метода, то, конечно, придется постараться и несколько раз проделывать, возможно, в течение месяца эту процедуру, потому что кипяток, когда идет до гнезда, он уже не кипяток, он уже остынет, и, конечно же, сама матка или королева, как ее называют у муравьев, она не погибнет. И потом они разозлятся и с новой силой начнут продуцировать своих особей. Действенный метод – это борная кислота с сахаром. Берем одну часть борной кислоты, 7 частей сахара, смешиваем со стаканом или с чашкой, с кружкой кипятка, разводим это, ну и снова поливаем около заметных скоплений муравьев. Процесс тоже длительный, потому что муравьи, те, которые, по крайней мере, в Беларуси наблюдаются, они любят сладкий сок, они на это ведутся, собирают-собирают, несут к себе туда, в королевство, королеве, она ест-ест, ну и на этом в течение месяца где-то прекратится процесс производства новых особей. Китайцы опробировали такой способ, но у них более страшные муравьи, которые называются какие-то там красные кровавые муравьи, они очень агрессивные, у них немножко другая биология, но они такие же все высокоорганизованные, прямо как люди высокоорганизованные, у них там есть и санитары, и рабы, и рабочие, в общем, тонкая организация. И такие же у них распри между собой, как и у людей. Так вот, китайцы опробировали такое вещество, подсластитель, который нам известен под названием аспартам. И на этих красных муравьев он подействовал, может подействовать и на ваших. Из средств, которые не предоставят опасности для нашего огорода, для растений, это обычный белый уксус, который в почве быстро разлагается, не причиняя вреда. И проливаем тоже скопление, там где мы видим предположительно, что там ходы муравьиные, возможно через неделю поливания у вас что-то и произойдет. Затем лимонный сок, но не лимонная кислота, а лимонный сок, который мы выдавили из лимона, потому что он содержит такое вещество, которое называется д-лимонен. Этот лимонен, он действует на, ну назовем, обоняние. У них же есть феромоны, которыми они помечают свои ходы, там дороги продуктовые, там пищевые дорожки. И они теряют ориентацию, таким образом они теряются в пространстве, королева голодает, яиц нету, колония погибает. Дальше пойдем на кухню, другие средства искать. По буфету походим, значит, острый перец молотый, можете просто смолоть сами остатки, которые остались после прошлого сезона. Если небольшое заселение, то мы рассыпаем вокруг каких-то растений, где мы предполагаем, что вот они сейчас туда ринутся, потому что ходят-ходят рядом, типа отпугнет. Потом средство, которое тоже возможно будет отпугивать, это корица. Тут мы уже конкретно пришли в кулинарию. Но если не отпугнули этим, то давайте теперь займемся настоящей войной, сделаем раскопки. То есть если сядем и методично начнем копать, доберемся до этого гнезда, возможно, мы найдем там, собственно, королеву, ведро и вынесем куда-то за пределы в лес. Ну или что вы там сделаете, каким жестоким способом поступить, я не знаю. Если этот способ не помог, давайте стравим две колонии между собой. Говорят, что муравьи не любят, когда кто-то приходит на их территорию из соседних колоний, поэтому вот перемешиваем совок оттуда, совок отсюда, пусть себе сами и погубят. Ну, не помогли эти методы, можно сходить в огород и обсадить свой участок такими растениями, которые будут отпугивать муравьев эфирными маслами. Например, все виды мяты. Это мята перечная, мята кошачья, мята болотная. Сюда же привлекли и розмарин на помощь, тысячелистник. Конечно же, чеснок пригодится. Короче, завариваем, поливаем, толчем, засыпаем. Ну, и если вот после всего этого муравьи не ушли, сходите и купите препарат, который называется муравьед. И он наверняка уберет муравьев с вашего огорода. Мое средство – это сода, которая вполне себе помогает. Хорошая столовая ложка с горкой на литр очень горячей воды, так, чтобы растворилось. В принципе, и почве не особая беда, потому что она такая полукислая у меня. И растениям не беда. Ну, и так муравьи как бы уходят у меня. Выбирайте метод, как вы будете плясать и как долго. Всего хорошего. Дякую всем, кто меня дослухал. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»